Вчера Кадыров провел совещание с силовиками. И на этом совещании он поднимал вопросы социального обеспечения чеченцев в Чечне. И бывают такие темы, о которых говорит Кадыров, и он может сделать какие-то лживые заявления. И это очень сильно раздражает, нервирует, неприятно, когда человек врет, и ты понимаешь. Но бывают такие темы, на которые, когда Кадыров врет, от этого не просто тебя раздражает, а тебе от этого больно. Вот ты испытываешь прям боль. Вот настолько бывают некоторые темы, на которые он прям вот очень нагло врет. И такой темой является социальное обеспечение чеченцев. Это тема здравоохранения. Это тема, с которой, вот если, допустим, похищение людей, пытки людей, это все-таки то, что повально не касается всех людей, правильно? Есть у нас какая-то часть населения, которая никогда с этим не сталкивалась. И они могут как-то не понимать того, насколько эта тема тяжелая, опасная. Но тема здравоохранения, тема социальной необеспеченности наших людей, чеченцев, это тема, о которой знают вообще все. И даже те, которые любят и души не чаят в Кадырове, даже они знают, насколько это большая проблема в Чечне с медициной. Насколько сложно больному человеку получить качественное лечение в нашей республике. И поэтому эта тема, от нее просто больно, когда о ней Кадыров врет, люди у нас испытывают боль. Давайте послушаем, что Кадыров говорил на этом совещании с силовиками по поводу здравоохранения. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как и все, Я умерла. Чтобы это сделать счет случается. Когда Германия, Израиля, Украя, Турция, они не должны быть виноватом. И как это было? Просто обслуживайтесь, что это 20 тысяч евро. Если это было 50 тысяч евро, то, что это было бы 50 тысяч евро. Как это было бы то, я не смогу использовать то, что с streams... Как это было бы то, что это... и так кадыров говорит что кто-то пожаловался ему за то что у матери значит взяли деньги за лечение он говорит сказал министр здравоохранения посмотри мол разберись министр значит с ней поговорил записал и якобы этот человек пожаловался на врачей в урус-мартане у себя в районе и поэтому поехал значит человек в этот в город чтобы получить там это это лечение и поэтому мол уже дальше кадыров же объясняет ну подожди говорит ты же у себя ты не в районе у себя как бы лечишься их соответственно поэтому ты за это должен заплатить говорит кадыров если бы ты у себя в районе получал бы это лечение то оно было бы для тебя бесплатно то есть урус-мартане если будут по прописке ты лечился бы она была бы бесплатно но ты не захотел ты отказался от лечения у себя в районе приехал в город ну соответственно тогда плати если ты уже сам хочешь выбирать себе врачей тут за этот должен заплатить молка вот так кадыров объясняет почему у человека значит брали деньги то есть он тем самым он объясняет что деньги взяты правомерно лечение как бы на платной основе является правомерным в такой ситуации и если ты без направления кстати вот еще важный момент он говорит если бы тебе дали направление в у тебя в районной больнице то тоже оно было бы для тебя бесплатно в городе но тебе этого направления не дали если ты просто придешь сказать что ты хочешь лечиться то тебе конечно никто не будет лечить бесплатно и далее он говорит мы же говорим что в европе в германии там израиле в турции хорошие врачи конечно говорит они будут хорошие если просто за из за обследование у тебя берут 70 100 тысяч евро я и потом приводит пример что кто-то приехал в европу мол у него попросили деньги лечение не сделал не сделали и в кадырове он говорит ей в кадыровой говорю в европе есть говорит деление населения типа есть vip есть там средние есть малоимущие и в соответствии с их вот обеспеченностью зависимости от этого мол у них бывает и своя типа своя степень обслуживания здравоохранения по ходу человек реально так думает видимо для начала давайте поймем один момент вот если бы сейчас например среднестатистический житель европы ну скажем польши вот посмотрел бы это высказывание кадырова где он объясняет почему у этого человека попросили деньги в грозном то наверное он сказал бы ну по сути по моему все логично но он же не захотел мол лечиться там где по прописке там где он прописан он не захотел лечиться он он решил другой другом месте и соответственно это как бы на коммерческой основе скажет любой житель европы потому что он не знает этих всех тонкостей чеченского бытия он этого не знает кадыров же здесь не упоминает по какой причине этот человек у нас не хочет лечиться у себя по прописке в урус-мартане он не хочет лечиться потому что уровень медицины в целом даже в республике не говоря уже о его районе это у нас дно это дно даже не то что в сравнении с европой и я бы никогда не стал бы сравнивать медицину с европой и сейчас приводить какие-то примеры объяснять как это устроено в европе я понимаю что это ну это неуместные примеры европа она это это небо в вопросах социальные обеспечен социального обеспечения своих граждан вопроса здравоохранения других там любых вопросов социального обеспечения это небо россия эта земля я я бы предложил кадырова просто сравнить здравоохранение с другими регионами мы даже по сравнению с другими регионами даже с ближлежащими, мы дно, даже по сравнению с ними, а он замахнулся аж на Европу. Так вот, этот человек, он пришел в районную свою больницу в Урус-Мартане и не захотел там лечиться не потому, что ему просто не хочется, не из-за этого, а из-за того, что там невозможно лечиться, из-за того, что там нет специалистов, нет нормального оборудования, из-за того, что там нужно за все платить, за каждый вздох, за каждый шприц, за каждую иглу, которой тебя будут колоть, и даже простынь с наволочкой тебе нужно купить. Вот почему этот человек не хочет там лечиться. И он уже, раз он и там, и там должен платить, он думает, ну давай-ка я лучше в Грозном заплачу, там наверняка врачи получше, там все-таки больница побольше, там специалистов будет больше, давай хоть лучше я уж там заплачу. И поэтому этот человек едет в Грозный. Допустим, поляк, который проживает, скажем, в Кракове, он никогда не поедет лечиться в Варшаву километров там 300-400. Он не поедет. Почему? Потому что у него прям рядом с его местным жительством, у него есть больница, которая полностью оборудована вот всем необходимым. Там есть качественные, хорошие специалисты, которые в состоянии провести диагностику, назначить лечение, если надо тебя вылечить, если надо провести операцию. И если там нет такой возможности, скажем, что-то, какое-то заболевание, требующее там какого-то специфического лечения или какого-то спецоборудования и так далее, то эта больница направит человека туда, где ему это сделают. И сделают ему это, Кадыров, абсолютно бесплатно. Бесплатно, ты понимаешь? Ни копейки он не заплатит. Вот в чем разница, вот в чем твоя ложь. В том, что ты говоришь людям, как будто бы правильные вещи, ты им говоришь, лечись у себя в районе, но ты не даешь им возможности лечиться. Ты устроил эту систему здравоохранения так, что она обдирает этих людей, она существует вообще благодаря тому, что все деньги, поступающие в бюджет, ты воруешь. А для того, чтобы эти больницы существовали, они должны эти деньги брать у людей, отнимать их у людей. И поэтому в этой системе, и еще когда у тебя и врачи абсолютно бездарные в большинстве своем, которые закрывают эти свои сессии за деньги в тех вузах, где ты опять-таки делаешь ректорами своих друзей и родственников, которые ничего не понимают, которые не умеют как-то правильно выстраивать обучение. И вот эта вся прогнившая изнутри система, она делает людей совершенно не социально защищенными. Социально не защищенными. Теперь по поводу твоего высказывания, что, мол, если ты приедешь в Европу, то тебе здесь за обследование выставят счет 70, а то и 100 тысяч евро, ты опять-таки отчасти прав. Ты опять говоришь как бы правильные вещи, но без уточнения. Вот если ты, гражданин России, Кадыров, приедешь сюда на лечение, а твои родственники и дружки часто ведь приезжают в Европу на лечение, поэтому ты знаешь, как это устроено. Да, действительно, с тебя возьмут деньги. И действительно, это будут немалые деньги. Ты прав. Но это неуместный пример, потому что ты говоришь о гражданах, живопроживающих в Чечне, которых ты заставляешь платить за лечение. Ни один гражданин Европейского Союза в своем государстве не заплатит ни копейки денег, ни за какое лечение, каким бы дорогостоящим оно не было, ни за одно обследование он не заплатит никаких денег. И я тебе еще более того скажу, Кадыров, не то что гражданин Европейского Союза, даже мы, беженцы, приезжающие сюда, на территорию Европейского Союза, как только мы пишем заявление о предоставлении нам международной защиты, с этого момента любое государство, член Европейского Союза или Дублинского соглашения, предоставляет нам страховку абсолютно бесплатно, мы за нее ничего не платим, Кадыров, представляешь? И дальнейшее наше лечение в каких-то странах абсолютно бесплатно мы получаем, как, например, в Польше, оно абсолютно бесплатное. В некоторых странах оно за, как бывает, вход в какую-нибудь кафешку, например, бывает платный, да, в какой-нибудь клуб, вот примерно так же за некий вход ты какую-то условную стоимость отдаешь в некоторых странах. И далее, каким бы дорогостоящим ни было обследование, лечение, ты его получаешь абсолютно бесплатно, Кадыров. В это лечение, когда я говорю о лечении, я имею в виду вообще любое, пересадка сердца, почек, печени, мозга в твоем случае, да, если тебе нужно будет мозг пересадить, даже его тебе здесь бесплатно пересадят, Кадыров. Понимаешь, вот так устроена качественная социальная жизнь в нормальных странах, в цивилизованных странах, там, где о своих гражданах, о людях беспокоятся, там, где законы принимаются для того, чтобы этих своих граждан обеспечить качественным здравоохранением, там, где думают о своем населении, там вот так вот устроено. А там, где, как ты, люди пытаются просто обобрать людей и за счет них разбогатеть, там происходит так вот, как ты описал на этом совещании. В итоге человек у нас едет куда угодно. Онкобольные у нас, это самое популярное направление Ростов-на-Дону, ближайшая точка, у нас все едут туда, в том числе и для диагностики, и для лечения. Все сердечники, люди с заболеваниями, сердечно-сосудистой этой темы, они едут на сторону Астрахани. Это вот у нас самое популярное направление лечения. Сейчас уже с недавних пор у нас люди стали посещать Грузию, потому что в Грузии тоже качественная медицина. Это все происходит из-за того, что в нашей республике медицина – это дно. Это просто невозможно. И вот это вот твое объяснение лживое, когда ты человека обвинил в том, что он якобы не хочет лечиться у себя по прописке, по прописке, у нас люди с огромным удовольствием лечились бы у себя по прописке. И люди никакого удовольствия не испытывают от вот этих поездок в Ростов, Астрахань, ни в целях туризма люди туда ездят. Люди, у которых больные родственники, они и так находятся в очень тяжелом, подавленном состоянии, Кадыров. Им, поверь мне, не до этого. И вся проблема этих людей – это лишь то, что в республике отсутствует качественная медицина. Да что там медицина, хотя бы диагностика. Хотя бы, если бы у нас могли бы качественно продиагностировать болезнь, даже это была бы уже большая милость, это был бы большой успех, если бы люди могли поставить правильный диагноз, и потом уже искать лечение, даже в этих регионах. Но у нас зачастую даже этот диагноз ставят неправильно. У меня есть много на личном примере случаев, связанных с медициной. И они есть у каждого человека, потому что это ведь тема, с которой сталкивается любой человек. Я заправлял кислородом кислородный баллон для анестезиолога, который должен был сделать анестезию моей тети, которой собирались оперировать, удалять желчный пузырь. Мне вручили этот баллон кислородный и сказали, у нас нет кислорода, заправь его. И я поехал, заправил его и привез. Я, Кадыров, в девятой городской больнице, я привез туда своего двоюродного брата, который разбился в ДТП. И перед реанимацией врач вышел ко мне и сказал, что мы не смогли его спасти. Он скончался на операционном столе. И еще мой двоюродный брат, он вот только умер. Прошло полчаса времени. Нам выкатывали его тело, и в это же время я платил деньги, 15 тысяч рублей, врачу, за то, что он якобы его оперировал. И когда я платил ему деньги, 15 тысяч рублей за операцию, которая не спасла моего двоюродного брата, ты понимаешь, он умер, его операция не сработала, но я ему платил все равно 15 тысяч рублей, и вот здесь вот висела бумага, если у вас будут вымогать деньги, звоните по номеру горячей линии, там, Министерство здравоохранения. И врачи, и все врачи, и все присутствующие вот в этом коридоре, все прекрасно знали, что это чушь, что висячая вот эта вот бумага, что это просто наглая ложь, все это прекрасно понимали. И я ему, и я как будто бы, знаете, я заплатил человеку за, как будто бы вот я пригнал машину, допустим, на ремонт, скажем, на замену к коробке передач, и мне ее, допустим, и эту коробку передач я сам, например, привез, и она изначально была неисправна. И вот он поменял мне ее, отдал мне машину, она у меня все равно не ездит, но я ему должен заплатить за работу. Он-то провел свою работу, то есть свою часть договора он как бы выполнил. А то, что коробка не работает, это не его вина. Это вина тех, кто мне продал неисправную коробку. И вот такое ощущение, как будто бы, знаете, я ему привез своего, значит, уже искалеченного брата, двоюродного, и он как бы сделал все возможное, чтобы его спасти, но то, что он не выжил, это не его как бы проблема, это, но он уже был в таком состоянии, если бы ты его привез в лучшем состоянии, мы бы его, знаете, как бы мы его вылечили бы, а так, ты привез его, значит, таким, мы его уже не могли. Вот настолько это все выглядит, знаете, цинично. Поэтому, когда ты рассуждаешь на такие темы, очень больные, тебя слушать реально больно. И вот все люди, все, даже те, кто сидят там с тобой в этом зале, эти силовики, даже они знают, что ты лжешь, что ты очень мерзко и нагло лжешь. В этом контексте социальной обеспеченности я хочу затронуть еще одну тему, которую также упомянул Кадыров в своем выступлении. Слушаем. Что ты делаешь? Ну, я, и я, кто задал, я знаю, мне сейчас поверген, я не знаю, я не знаю, что, что ты, ты делаешь. Ты делаешь, кто дождь, ты делаешь, тебе девушь, ты делаешь? Стараюсь, ты делаешь среди, ты делаешь. что она не может понять, что цена. Что-то не веры, а у всех не сломал 3-е в гости. Что-то окупает. Если она не подойдет, а если она не просит, и когда они заваряют, Grubelow. Я говорю, что то, что они buy, уже не задача. Такое дело будет подниматься с Котлой. Кадыров говорит, что кто-то ему написал, что некая девушка или женщина, что она с Нового Биноя, и кто-то из их села, из Ахмат-Юрта, из Кадыровского села, мол, с ним произошло ДТП. И этот односельчанин Кадырова, он, значит, пригнал машину к ним во двор, перед воротами, кинул ее и сказал, что мне нужен новый автомобиль. Ну, отдал как бы свой, тот, который пострадал в ДТП, пригнал его, поставил и сказал, мне нужен теперь новый, то есть уже нормальный, не пострадавший в ДТП. Я это разъясняю, чеченцы-то прекрасно понимают, о чем я говорю, для не-чеченцев, чтобы они поняли, о чем идет речь. И Кадыров говорит, я ей написал, мол, кто нарушил правила, кто виновен в этом ДТП. И тогда, говорит, эта женщина сказала, мне просто сказали переслать, я типа не в курсе. И Кадыров говорит, ну, надо было сказать им, мол, а что вы, если у вас нет возможности, если вы совершили ДТП и у вас нет возможности восстановить автомобиль, Почему вы, мол, выехали на дорогу? Надо было вот так, говорит, сказать им. Мы человеку создали проблемы, он имеет в виду их односельчанину, который на этом автомобиле. Мы его лишили, как бы, транспортного средства, разбив его. И это для него серьезная проблема. Надо было вот так ему сказать, говорит. А вы, как бы, отцентрировали внимание на том, что он якобы из моего села, из Ахмат-Юрта, бывшего власти Юрта. И, в общем, именно это не нравится Кадырову, что акцент идет на его село. Типа, хотят сказать, якобы, что поступает, мол, тот поступил несправедливо. Понимаете? И далее Кадыров говорит, что нужно, уже он свои мысли, как бы, высказывает. Он говорит, если бы они красиво сказали бы, что это вот мы виноваты, потому что, ну, у нас не было возможности, мы должны были понимать, что, не имея возможности, мы не должны, там, ездить быстро, нарушать ПДД. В общем, если бы они выплесали бы вот так вот, то тогда бы, говорит, да, можно было бы, мы бы тогда, значит, помогли бы машину восстановить. И Кадыров, там, в конце говорит, из, как бы, испокон, ну, испокон веков, это, как на нашем звучит, варидэйдж, да, типа, со времен наших предков, да, так будет. Со времен наших предков у нас так же всегда было, говорит, тот, кто виноват, тот и восстанавливал автомобиль. Ты знаешь, Кадыров, ты, академик, должен был понимать, что в соответствии с той Конституцией, гарантом которой ты являешься, якобы, в Чечне. По этой Конституции нет такого понятия, как со времен наших предков восстанавливал автомобиль тот, кто, значит, виновен в ДТП. Ну, не прописано это нигде. Понимаешь? Ты, после того, как ты предал наш народ и стал наместником российским на нашей земле, ты стал гарантом вот этих вот российских законов, их внедрения и исполнения среди чеченцев, ты не имеешь права произносить такие речи. Ты должен руководствоваться этим российским законом. А в соответствии с российским законом есть такая вещь, как ОСАГО Кадыров. Я не знаю, слышал ты когда-либо об этом или нет. ОСАГО – это обязательное страхование гражданской ответственности автовладельцев. И в соответствии с этим, это страховой полюс, в соответствии с этим страховым полюсом человек, совершивший ДТП, он не обязан ничего никому покупать, никакие автомобили ему восстанавливать, ничего он не обязан. Обязана страховка. Ее обязывает этому закон, который ты у нас внедряешь и гарантом которого ты у нас являешься в Чечне. Ты обязан гарантировать, чтобы к этому человеку не приехал твой односельчанин и не бросил машину у него перед воротами. Ты обязан это исполнять, гарантировать это, понимаешь? Потому что ты принес в нашу республику это ОСАГО. Нам оно не нужно было сто лет. Мы сами бы у себя, если надо, ОСАГО придумали бы, если надо, как ты говоришь, со времен предков таким образом решали бы эти вопросы, мы сами бы это как-нибудь придумали. Но раз ты пришел к нам с этой российской конституцией, с этими законами, с этим ОСАГО, то будь добр, сделай так, чтобы твои односельчане не приезжали к другим людям, к нашим соотечественникам и не бросали свои автомобили перед их воротами. и это тоже, знаешь, такая система, ты опять-таки, может быть, сейчас будешь проводить примеры параллели с Европой. Я тебе скажу, как это устроено в Европе, Кадыров. Если в Европе ты совершишь ДТП и решишь пригнать свой автомобиль, поставить его перед воротами, скажем, поляка или немца, он к тебе домой очень быстро придет полиция и задержит тебя за вымогательство. Потому что человек будет просто в шоке от того, что ты творишь. Он изначально оформил страховку и все. Он оформил ее как раз для того, чтобы в случае нарушения ПДД, а от этого никто не застрахован. Ты там об этом говоришь так, как будто бы человек совершил какое-то преступление, он кого-то там чуть ли расчленил. Он просто нарушил ПДД. Человек это может сделать неумышленно. Это происходит с любым автолюбителем. И в результате этого произошло ДТП. Никто не умер, никто не пострадал, просто машина повреждена. И вот если такое здесь происходит, люди просто оформляют страховку и все, до свидания. Люди разъехались, дальше восстановление твоего автомобиля это проблема страховки, страхового этого агентства. Именно для этого это и придумывалось. Я уверен, что ты даже этого не знаешь, ты наверняка думаешь, что ОСАГО это просто такая вещь, которую просто для того, чтобы заработать деньги кто-то придумал. Но истинная цель не такова. Я понимаю, что в Чечне так это все работает, на этом просто зарабатывают деньги. Но цель она совершенно иная. И ты как гарант Конституции ты обязан обеспечить права вот этих людей в рамках этой Конституции. чтобы твой односельчанин не быковал, не раскидывался ключами, автомобилями, не говорил, чтобы ему теперь пригоняли новые. Чтобы страховые вот эти компании не просто содирали деньги с людей, а реально работали и восстанавливали ущерб. Ты должен этим заниматься. очень много таких вот моментов, которые у нас к сожалению люди даже не знают. Многие у нас реально не знают даже, что ОСАГО это страховка, она не для того, чтобы просто у тебя был полис и когда тебя остановит гаишник, ты ему его мог показать и он тебя не оштрафовал, ему не к чему было придраться. Это не для этого, это бумага, которая дает тебе как бы иммунитет. Для чего это придумано? Чтобы люди не имеющие средств на то, чтобы восстанавливать чужие автомобили в случае ДТП, чтобы они были защищены и за них это делала вот эта страховая компания. Зачем тогда этот документ, зачем он ему платит этой компанией, если кадыровский односельчанин приезжает и бросает машину у его ворот? Зачем тогда нужен этот ОСАГО? Кадыров, отмени тогда этот полис. Скажи нет, нам в Чечне это не нужно. Мы вот со времен наших предков у нас вот так вот заведено, мы, значит, восстанавливаем автомобили. И тогда не сдирая с людей денег, обеспечь кадыров людей вот этими вот правами, гарантированными им твоей любимой российской конституцией. технической и технической и технической